Hi everyone, you're watching Russian with Dasha, a channel for those who learn Russian as a foreign language. Всем привет! Я приглашаю вас провести очередной выходной со мной. Сегодня суббота, и я только что закончила вести урок. У меня сегодня только три урока. Один утренний и два вечерних. И я собираюсь пойти в бассейн. Недавно мы с мужем поняли, что надо быть активнее, и я решила приобрести безлимитный абонемент в бассейн, чтобы подтянуть фигуру к началу лета и также укрепить спину. В России, как и в других странах мира, популярны маркетплейсы. И так как сейчас некоторые спортивные бренды ушли из России, мы стали чаще искать товары на маркетплейсах, заказывать их онлайн. Я несколько дней назад заказала себе купальник, и вчера забрала его из пункта выдачи товаров, из пункта доставки. Если вы не знаете, женская одежда для бассейна называется купальник, мужская, плавки. Некоторые спрашивают, почему в России в домах нет картин на стенах. Ну вообще русские люди любят украшать стены, просто у нас не было времени, точнее не было времени на то, чтобы выбрать картины, напечатать фотографии, купить рамки. И мы планируем украсить стены, так что скоро всё будет красиво. Что мы сейчас делаем? Недавно мы купили тумбу под телевизор, и решили поставить на неё колонки и виниловый проигрыватель. Но для этого нам нужно перенести розетки. У нас розетки были здесь, нам нужно перенести их ниже. И сейчас мой муж этим занимается, но чтобы закончить ремонт, нам надо также сходить в строительный магазин, купить необходимые товары. Что нам надо купить, скажи, пожалуйста? Штукатурку и шпаклёвку. Короче, вам это не очень интересно. Вот такую корейскую лапшу мы сейчас будем готовить. Иногда хочется какой-нибудь простой и быстрой еды. Лапша и жареное яйцо. Я добавила острый соус, потому что люблю острое. Приятного нам аппетита! Спортивный комплекс, в который мы идём, называется Риасан. Он находится в 15 минутах от нашего дома. Я собрала сумку, взяла купальник, тапочки, шапочку для бассейна, гель для душа, полотенце, сказали, выдадут там. И мы сейчас, как я уже говорила, хотим купить абонементы на месяц, чтобы не филонить, не пропускать. Я планирую посещать бассейн два раза в неделю. Надеюсь, что мне понравится. Сегодня в Петербурге приятная погода. Не холодно. Наверное, примерно плюс два градуса, да, Никит? Примерно так. Но, к сожалению, всё тает. На улицах лужи, грязь, снег. Самое неприятное время года. Я думаю, к концу марта всё окончательно растает и появится зелень. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какими видами спорта вы занимаетесь, как проводите свободное время и любите ли вы ходить в бассейн. Идём не по самой живописной территории. Но вот вы видите перед нами бассейн, тренажёрный зал, реабилитационный центр. А справа от него находится мебельный континент. Это большой торговый центр, где можно купить мебель, кухню, люстры и другие товары для дома. Мы поплавали и сейчас идём в магазин, чтобы купить что-нибудь попить. Нас обоих мучает жажда. Почему-то мы не догадались купить лимонад или воду в кафе, которое было на этаже. Идём в супермаркет. В бассейне было по несколько человек на каждой дорожке. Тренеры занимались детьми, также были взрослые. Я думаю, что сегодня повышенная загруженность, потому что суббота. Но если я приду утром в будний день, думаю, что почти никого в бассейне не будет. И классно, что в наш абонемент входят также групповые занятия. Можно заниматься стретчингом, ходить на цигун, на йогу. Я не смотрела полный список. Посмотрю расписание и обязательно на что-нибудь запишусь. Да, снова идём не по живописным местам. Здесь рядом железная дорога. И сейчас мы подходим к супермаркету. Брать тележку мы не будем, потому что покупок нужно сделать немного. Кстати, кто смотрел видео Такера Карлсона про российские супермаркеты? Мне было очень смешно видеть его реакцию на хлеб. Как будто он думал, что в России нет хлеба. Здесь разные товары по акции. Большой выбор минералки. Что возьмём? Мтаби или Есинтуки? Вон, я хочу ту Есинтуки. Только номер четыре дай, пожалуйста. Минеральная вода из гор Кавказа. Ладно, ребята, про супермаркет я вам запишу видео как-нибудь в другой раз. Хотя таких видео уже на ютубе миллион, мы идём на кассу. Взяли только воду. Потому что нам сейчас нужно ещё нести строительные материалы. И будет не очень удобно тащить и продукты, и цемент одновременно. Ну вот, вы можете посмотреть, что, в принципе, все бренды у нас есть. Единственное, у нас нет хороших европейских сыров, колбас. Но этого и не было с 2014 года. Поэтому, к сожалению, мы покупаем сыр из Латинской Америки, из Армении. Что-то народу много сегодня. Отдел фруктов и овощей. Пока Никита стоит в очереди на кассе, я для вас поснимаю стоимости фруктов и овощей. Капуста цветная. 299 рублей. Давайте посмотрим, сколько стоят яблоки. Яблоки 200 рублей за килограмм. Ну, в общем, вот. Одним глазком поснимали. Не хочу сегодня ничего говорить о супермаркете, поэтому давайте пойдём на кассу. Сникерс лесной орех. Зоомагазин. Можно купить товары для животных. И рядом ортопедический салон. На Московском проспекте ведутся ремонтные работы. Следующий пункт нашей программы — строймагазин. Он называется Максидом. Никита, что нам нужно купить? Нам нужно купить 4 подрозетника. 4 подрозетника. Дальше. И щетка маленькая. Чтобы замешивать цемент, нам нужно ведёрко. Потом нам надо шпаклёвку. Шпаклёвку. Понятно, всё, ладно, неинтересно. Смотрите, перед нами здание. Я не помню, там должна была быть администрация Московского района. Или... Не помнишь? Да, это административное здание. Мы недавно смотрели фильм «Мастер и Маргарита». И некоторые сцены снимали в Московском районе. В том районе, в котором мы живём. И это здание тоже попало в кадр. Потому что это советский конструктивизм называется, да, Никит? Наверное, да. Наверное. Так, Никита взял тележку. Это значит, что нас ожидает много покупок. Цветочки! Я хочу тюльпаны. Так. Жёлтые тюльпаны. Так, ну всё, я потерялась. Куда он ушёл? Нет! Отвлеклась на цветы и потеряла мужа в этот же момент. Так, ну мы нашли друг друга и уже положили в корзинку строительное ведро. Сейчас, я так понимаю, Никита ищет цемент. Здесь можно купить посуду, светильники. Кстати, мы, по-моему, даже здесь купили светильники для своего дома. Ну и финал сегодняшнего дня. Нам было лень готовить, и мы решили сварить картошку, купить копчёную киту. Это такая красная рыба. Хлеб австрийский. И сейчас я вам покажу ленивый, можно даже сказать, сибирский обед. Берёте картошку, пока она ещё горячая. Так, мне нужен нож. Вот так разрезаете. Добавляете сливочное масло. Оп. Сюда кусочек. Сюда кусочек. Я положила масло, оно сейчас будет таять потихонечку. Добавляю ароматные травы для варёного картофеля, которые я купила в Дагестане. И теперь можно есть рыба, картофель, хлеб и немного ремесленного пива. Такой скромный ужин. Всем хорошего дня, надеюсь, что у вас была приятная суббота. Не забывайте подписываться на канал и скачивать транскрипции на Патреоне. Спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok